Добрый день! Рад приветствовать всех, которые смогли откликнуться на нашу просьбу присутствовать на пресс-конференции, традиционно проводимой в Красноярском крае, в таком составе. Благодарю в первую очередь агентство «Интерфакс» за содействие, которое оказано нам и предоставлено площадкой. Повод для нашей сегодняшней встречи, это, конечно же, день 9 декабря, то есть день противодействия коррупции. Вопросом противодействия коррупции, я думаю, что посвящено много уже слов, произнесено, сказано. Но самое главное, мы, наверное, сегодня перед вами и, соответственно, перед населением Красноярского края должны отчитаться о том, как это зло не распространяется и либо как ему противодействует правоохранительная система на территории края. В целом, в Красноярском крае уровень коррупционной преступности составляет 16 преступлений на 100 тысяч населения. Так, для сведения и примера, для сравнения, в Сибирском округе 15, в Российской Федерации 20 преступлений, повторюсь, на 100 тысяч населения. Наша отличительная особенность Красноярского края, по крайней мере, по итогам проведенной работы в 2020 году, заключается в том, что в крае каждое четвертое преступление – это крупная и особо крупная коррупция. В Российской Федерации – каждая шестая. Из чего можно сделать вывод о том, что в крае правоохранительная система не мельчит, не старается прихватить коррупционера за какие-то мелкие, ну, сейчас появился состав с недавних пор, мелкая взятка. То есть, соответственно, более серьезные факты, которые находят свое отражение в уголовно-правовой плоскости. На сегодняшний день, опять же, хотелось бы сказать о том, что основной приоритет у всех, вот у нас, присутствующих за этой трибуной, все-таки не количественные какие-то показатели, а возмещение ущерба, причиненного актами коррупции, неотвратимость наказания, ну и, соответственно, ускорение процесса, доведение до логического завершения того факта, который был зафиксирован в ходе работы правоохранительной системы. Еще по субъектному составу, так, во вступительном слое, хотел бы обратить ваше внимание о том, что 50% всех привлеченных к ответственности за коррупционные преступления, это лица, занимающие должности в органах государственной власти и либо местного самоуправления. То есть, тоже такая отличительная особенность для края. За последние три года количество лиц, привлеченных за действия коррупционные, практически 500 привлечено. Ну, из числа тех, которые на слуху были в крае и остаются лица, привлеченные к ответственности, это и руководитель Росприроднадзора, то есть федеральный орган государственной власти по Красноярскому краю, руководитель Пенсионного фонда, Федеральной службы судебных приставов, министры социальной политики лесного хозяйства, ряд депутатов краевого и местного уровня. Я думаю, что в ходе вопросов, которые у вас, безусловно, приготовлены, мы по каким-то более-менее интересующим вас фактам, делам сможем дать комментарий. Еще возвращаясь к теме неотвратимости наказания за коррупционные преступления, и, опять же, основному упору, на который мы сейчас делаем, это возмещение ущерба. В целом, актами коррупции за истекший период ущерб причинен 3 миллиарда рублей. Стоит отметить о том, что достаточно таким вот ярким показателем является размер, ну, во-первых, коррупционеры не очень стремятся расстаться с тем имуществом, которое появилось у них в результате актов коррупции. 11 миллионов всего было добровольно возмещено. Опять же, таки, правоохранительная система наложила арест на имущество коррупционеров, либо уже изъято 2,2 миллиарда. То есть, соотношение цифр 3 миллиарда причиненный ущерб, 2,2 миллиарда, ну, скажем так, показатель, ну, или соотношение неплохое, есть к нам еще к чему стремиться, и мы эти вопросы обсуждаем вот в таком составе. И ориентируем своих подчиненных. Для всех представителей средств массовой информации, я думаю, что сегодня будет так или иначе предоставлена возможность. По мере наших знаний мы ответим на эти вопросы. Повторюсь к словам спикера. Ну, если будет, в силу того, что мы редко с вами встречаемся, и пандемия сделала свои ограничения, но если будут какие-то вопросы за пределами, конечно, ну, по крайней мере, я ориентирован на то, что дам ответы, если они есть в моей голове. Ну, то есть, если я знаю об этих событиях, факт, коллеги, вот все, что я хотел сказать. Спасибо. 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 Спасибо.